Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Союз онлайн» и у нас в студии по-прежнему насельник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры и романах Дмитрий Самойлов. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Анастасия! Мы продолжаем знакомиться с Вашим поэтическим творчеством, и сейчас я Вас спрошу об одном из главных праздников, праздник, посвященный Святой Троице, и также этот праздник связан с основанием Церкви. Пожалуйста, расскажите нам в поэтической форме об этом празднике. Ну, догмата Святой Троицы является краеугольным догматом православной Церкви, поэтому Троица – это Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святый. И если Вы позволите, я буквально постараюсь в восьми строчках объяснить догматическое учение. Пожалуйста. Благословен Отец и Сын, Трияпостасный Бог со Духом, Господь Привечный, Ты един, сокрыт Твой лик благим воздухом, явилось миру Божество, им исполняется природа, Вселенской Церкви торжество и человеческого рода. Действительно, праздник Святой Пятидесятницы является днем основания Церкви, поскольку, когда в Сеонской горнице молились 12 учеников самого Иисуса Христа, то Дух Святой в виде огненных языков снизошел на них. И это и было как раз днем основания Церкви, поскольку буквально в первый же день было просвещено более трех тысяч человек. И сами апостолы были одухотворены и исполнились благодатных даров Святаго Духа. Да, Батюшка, сейчас мы сидим в студии, у нас заставкой является собор главный Александра Невской лавры, который тоже посвящен Святой Троице. Совершенно верно. И не будем забывать, что днем рождения Санкт-Петербурга является 27 мая. И в 1703 году император Петр как раз поджидал этот праздник для того, чтобы заложить город Святого Петра. Поэтому Святая Троица – это день ангела не только Свято-Троицка Александра Невской лавры, но и день ангела всего нашего города. С Вашего позволения продолжим. В Сионской горнице молились двенадцать верных ученик, где благодатно укрепились схождением Духа в тот же миг, и просвещенные Всевышним они исполнились даров, волнением воздуха чуть слышным, взойдя под огненный покров, Царю небесный, вездесущий, благих сокровища приди, очисти грех наш вопиющий и к освящению веди. Троицы свет неприступный и славный входит молитвенно в нас. Вечно льется мелодия плавно, словно в душе Божий глаз. Дух воцарился торжественно в мире, ставшем подножьем небес. Святость души необъятной все шире, чистых взыскует словес. Дар пламенеющий сходит к нам свыше, верой наполнив сердца. Все умолкает, становится тише пред совершенством Творца. Дух огнезрачный собою исполнил всякую тварь на земле. Сим утешением Господь нам напомнил всякому слову в немли. Спасибо, отец Дмитрий. И мы слышим, что стихи в таком высоком штиле написаны и изобилуют церковно-славянскими словами. Совершенно верно. Православный поэт — это тот же самый художник, который живописует окружающую действительность посредством слов. И, конечно же, слова церковно-славянского языка, они наиболее полно могут изобразить ту картину мира, которую Господь нам даровал. Поэтому, возможно, подражание и основателям русской классической поэзии Александру Сергеевичу Пушкину я нисколько не стесняюсь, а наоборот, только лишь благодарен Богу, что он дал такую возможность быть ближе к этому замечательному поэту. Спасибо, отец Дмитрий. Мы продолжим беседу о ваших стихах в следующих включениях передачи «Союз онлайн». Дорогие братья и сестры, а мы, съемочная группа Петербурга, Анастасия Лобода и Сергей Пономарев с вами прощаемся. А прямо сейчас смотрите передачу «Исследуем писание». Анастасия Лобода и Сергей Пономарев с вами прощаемся.